Денис, убирай свет за ремонтами. Мы начнем. Вот я вчера был на Кировском рынке, там где Марина живет. Марина. Да. Ты тут не ходишь на рынок? Хожу иногда. Какие вещи, как говоришь? Теперь они стали и такого, и свежие, и такого. А здесь что написано? Жду. Вышитое. И тут можно что-то прятать еще. Товарищи. Это же просто замечательно. Ну, как вы красавицы. Если вы не видели спектакль «Горе от ума», где этих ждунов сто штук, посмотрите обязательно. Мне ужасно нравится. И ужасно нравится, что вот это стало чем-то таким абсолютно русским. Я приехал в Польшу и привез таких парочек ждунов, дарю артистам. А цото, говорят им. Я говорю, я цото, цо ждун. Ну, что это? А, не вен, не знаем. Они никто не знают никакого ждуна. Я говорю, то голландская такая малярка, а то, ну, начинаю объяснять, что это голландская художница. Я говорю, никто не знает нам у них про этих ждунов. Вот это что-то такое чисто наше. Что-то вот все ждем, ждем, ждем клиента, ждем, когда продажи повысятся, ждем погоды, может быть, тепло будет. Ждем, дождаться никак не можем. Я вот не знаю, если повезем «Горе от ума» за границу, поймут кто-нибудь там, ну, какое-то чудовище там вот сидит на сцене. Ну, не знаю. Дорогие друзья, сегодня мы представляем вам, ну, как бы вот заканчиваем целый цикл читок, презентаций, пьес победителей конкурса Евразия. И вот мы перешли уже к номинации, которая называется «Новая уральская драма». Раньше, года три назад, не было такой номинации, и, естественно, побеждали, все время побеждали какие-то мои драматурги, мои ученики, и Пуленович, и Васьковская, и Сигарев. И все меня, значит, вот, москвичи, и все остальные, значит, ругали. Ну, конечно, он подыгрывает своим дя-дя-дя-дя-дя-дя, но реально они были лучшие, как бы, самые-самые-самые лучшие. И потом я для того, чтобы вот просто, ну, это было, по-моему, разумно, взял, просто вывел отдельно. Есть номинация «Пьеса для большой сцены», «Пьеса для камерной сцены», «Пьеса для детского театра» и «Новая уральская драма». Просто отдельная номинация еще. И сейчас, по-моему, ну, как бы, ругают уже за другое, что у меня вкусы нет. Да, на самом деле, если я говорю, я что хотят. Печальное, очень известие мне сейчас сообщили, ну, не знаю, может быть, радостное, но для Пуленович. Мне только что вот сказали, что-то сказала Тамара Замина, что Пуленович уезжает от нас в Таллин, да, в Таллин. Ее пригласили куда-то в какой-то театр в качестве, ну, драматурга или человека, который будет заниматься связями с современными драматургами, что-то такое. Ну, есть такая должность в театрах заграничных, в немецком я точно знаю, называется драматург. Ну, это по-нашему зав. литературной части, но там у них какие-то больше функций в этом. Этот человек присутствует все время на репетиции, может переписывать текст, дописывать, что-то советовать режиссеру, то есть участвует вот таким образом в целом в процессе создания спектакля. Ну, вот она, наверное, поедет в Таллинский театр. А в русский театр или в какой? Не русский? Вроде пока на год, но потом вроде непонятно. Ну, очень печально. Боюсь, Ярослава, если ты смотришь сейчас, как бы это ни подействовало на творчество, потому что корешки так двигать не надо, нельзя ни в коем случае, сразу плохо станет. У нас в театре есть играть должность менеджер по чистоте. Вот эту сцену каждый день, вот, сколько, до этого она костюмером работала, а сейчас вот на мою сцену эту драматург, автор, который вот написал сегодня, вот эту пьесу, которую мы сейчас вам представим. Зовут его Вячеслав Водиной, на самом деле это, конечно же, Виктория Соловьева, вон она сидит в последнем ряду, похлопайте ей. Соловьев! Она написала много сказок, и мне эти сказки очень нравятся, надеюсь, я когда-нибудь поставлю обязательно одну из ее сказок, но вот эта сказка «Ветер в усах», она мне невероятно нравится, надеюсь, и вам понравится, потому что у нее какой-то юмор, она очень своеобразная, какая-то она, ну, про людей, про людей, про людей, про людей. Артисты, вы готовы? Да! Музыка громче!